значит что мы сейчас будем делать вот у нас . и сейчас нам нужно добавить сюда еще по одной берем трубочки обрезаем под уголочком и вот так вот с правой стороны правой стороны от основной стойки мы будем вставлять наши трюбочки и продолжаем так со всеми вот я добавила наши трубочки мы вот так вот отогнули которые добавили это будут наши рабочие трубочки теперь мы начинаем плетение с любой стоечки трубочки заводим за рядом стоящую стоечку любую нашу рабочую трубочку заводим за рядом стоящую стоечку загибаем заводом за стойку и выводим вперед и так и теперь начинаем точно так же берем следующие заводим за рядом стоящую строчку загибаем у нас получается и следующее и вот так до конца круга проходим до конца ряда вот я дошла до конца ряда вот он осталось последнюю стоечку завести заводим тут главное не ошибиться мы не пошли еще раз загибать который уже загнули вот у нас точка смотрят в одном направлении теперь мы берем опять же также с любой трубочки и начинаем идти другом направлении то есть мы огибаем стоечку вот этой нашей рабочей трубочкой и в эту сторону об погибаем и следующую то есть мы идем ряд в другую сторону все то же самое также огибаем стоечку и выводим просто идем другую сторону поначалу конечно кажется это трудно но это вообще не трудно последующим вам даже понравится все и продолжаем таким же образом этот ряд закончится пойдем другую сторону вот так и будем идти вот я заканчиваю второй ряд вот последнюю стоечку трубочку нашу рабочую я загибаю и вот они у нас опять смотрят все в одном направлении видите и точно так же пошли третий рядок также с любой точке обогнули положили и опять обогнули положили все легко и просто обогнули положили обогнули положили и вот что у нас какой рисуночку рисовывается видите получается типа ажур чека такого интересного и силой также плетем нужную нам высоту при необходимости вот эти трубочки можно нарастить и плести и плести я еще не знаю какую высоту я буду плести поэтому решу в процессе для наплывая вот какой шикарный рисунок получается трубочки решила я высшими плести значит нам теперь нужно весь этот страх убрать значит что я делаю я вот так вот так завожу мы сейчас будем обычной веревочкой плести и прятаться вот это вот смотрите здесь я прижимаю это как убираю прижимаю вот этот кончик который остался наверх прижимаю и пошла плести то же самое здесь этот кончик наверх и иду дальше обращайте внимание это мой супер холодильник забудем опять наверх хвостик этот кончик и вот так и пойдем до конца ряда вот они эти хвостики которые у нас пооставались вот это вот за это вы не переживайте вот это я потом покажу куда это дети продолжаем вот у меня остался последний хвостик и вот эти вот конечики которые мы что мы делаем тут все по правдам и вот они эти кончики мы их просто закладываем между витками и грузики поставили вот что получилось просто заложили между витками вот вот между вот этими когда она перекрещивается вот там все это дело спрятано все и плетем там уже по желанию конечно сколько кто сколько хочет высоту я сейчас еще один рядочек про плиту веревочкой обычно и вот эти вот хвостики обрежу вот так чтобы они одинаково выглядывали потом когда не спрячутся закончу корзину буду делать загибку так ну вот я закончила такое чудо у меня получилось теперь наша задача спрятать рабочие трубочки значит что